150 победителей ежегодного всероссийского конкурса школьных проектов «Система приоритетов» приехали во Всероссийский детский центр «Смена», чтобы погрузиться в науку и практику. В рамках научно-образовательной школы «Лифт в будущее» ребята создавали инновационные проекты в различных отраслях науки и техники – медицина, экология, биотехнология, информационные технологии и промышленность. 30 лучших проектов представили в рамках выставки «Юниор-экспо». Александр Гончаров обеспокоен самочувствием дедушки, который живет далеко от города. С коллегами разработал уникальный браслет. Сможет отслеживать их давление, пульс и вообще положение тела в пространстве и в случае резкого ухудшения их параметров может дать об этом сигнал, то есть вызвать, ну, отосать СМС, либо вызвать скорую помощь уже на место с помощью GPS-модуля и GSM. Школьники 9-11 классов заинтересовались моллюсками. Провели масштабные исследования водоемов курорта и придумали, как очистить их от водорослей естественным путем. Наш проект позволит усилить отрасль моря-культуры, слабо развитую в нашей стране, а также поможет решить сразу несколько проблем. Это увеличение популяции двусторочных моллюсков, которые естественным путем у нас, к сожалению, невозможно уже вернуть, а также поможет очистить косвенным путем биомассу водорослей, уменьшить биомассу водорослей, которая сейчас является очень критичной проблемой для города. Внедрить проект обойдется около 22 миллионов рублей. Но юные экологи позаботились и о получении прибыли. Придумали, как окупить проект за 4-5 лет за счет продажи мидий. Инновации по достоинству оценили руководители передовых компаний страны. МТС, Биофарм, МЕЦИ, Университет машиностроения и другие. Я обратил внимание на ребят, которые показывали нам, насколько уязвимы сети Wi-Fi, сети для передачи данных, насколько уязвимы сети мобильных операторов, GSM-сети, сети третьего поколения. Видно, что молодежь интересует безопасность. Проект озеленения Центра смена, проект увеличения энергоэффективности клиник, замены в сельском хозяйстве, малой авиации, беспилотниками и многие другие. Ажиотаж вызвала стратегия энергоснабжения полуострова Крым. Свежий взгляд на многие вещи – озабоченность серьезными проблемами. С такими учеными будущее обещает быть ярким и высокотехнологичным.